наконец-то в южный сахалинский я нашла гаражную распродажу и конечно же пришла посмотреть что здесь будет представлено какие вещи какие наряды вот все сейчас покажу мельком что удалось снять а а а и 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 Продолжение следует... 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 Как бы не сгореть, как бы не задеть. Всем привет! Как вы видели, вчера я была на гаражной распродаже. И сейчас хочу показать свой улов, что же я там нашла, что купила. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь и продолжайте смотреть. Sorry за свет, у меня уже просто предзакатное время, я решила успеть снять до темноты. И тут, может быть, у меня лицо в тени, половина на свету. В общем, первая вещь – это вот такая блуза-кофточка. Тут принт гусиная лапка. Рукава, они немножко такими буфами сделаны, но не сильно. В общем, я подумала, что буду носить её, что она не будет у меня лежать мёртвым грузом, что куда-то я точно смогу её надеть. Вот. Бренда здесь никакого нет, никакой бирки. Стоила она в районе 620-650 рублей. Вот такая вещь. Я где-то вам тут вставлю, как это выглядит на мне. Вот. Это вещь номер один. Дальше. Идём дальше. Следующая вещь – это вот такая вот укороченная рубашка. Это бершка. Мне понравились пастельные цвета такие приятные. И она выглядит как совсем новая. Вот. Стоила она, по-моему, тоже 650 или 620 рублей. Я просто помню, что три вещи были по одной и той же цене. Вот 600 с чем-то рублей. Следующий, третий лот – это вот такое платье с оборками, сборками. Вот так она выглядит. Нежно-розового цвета. Мне нравятся такие платья сборенные, потому что мне кажется, что они делают фигуру лучше, стройнее. То есть я девушка с этими формами, так скажем, немаленького размера. И поэтому вот эти платья как-то, мне кажется, что они удачно, достаточно выигрышно смотрятся. Оно не мини, ну, не дело, сказала. Хотя я уже плохо помню, надо померить и уже точно посмотреть. Потому что там была очень тёмная примерочная. Я вот так вот как бы почти наугад всё это брала. Ничего было непонятно. В общем, вот такое платье. Стоило оно тоже 600 с чем-то рублей, как и у предыдущей вещи. Они все были по одной цене. Идём дальше. Последняя вещь – это такая утеплённая жилетка ворсистая, мягкая. Это Zara. Вот насчёт этой вещи я думала, брат, стоит ли мне её брать или нет. Потому что она не оверсайз, она такая прям мне тык-впритык. Вот. Ну, я решила взять. Она стоила, по-моему, 500 рублей. Вот такого она тоже нежно-розового цвета. Пигги. Вот. Ну, в целом, как-то вот зимой у меня ассоциируется что-то такое вот ворсисто-тёплое. И захотелось её тоже взять. На этом всё. Это небольшой улов. Но я сначала посмотрела. Там было, во-первых, достаточно мало корнеров. Небольшой такая спот этих вещей. Но потом я стала повнимательнее смотреть. И вот нашла вот эти, которые мне приглянулись. И вообще я очень рада, что я наконец-то попала на такую распродажу гаражную. Как вы знаете, я уже неоднократно в своих видео говорила о том, что я люблю все эти секунды, винтажки. Но здесь, в Южно-Сахалинске, я ничего не могла этого найти. И вот повезло. И такое мероприятие случилось. И мало того, оно будет ещё возобновляться. И следующая такая распродажа будет 6 января, по-моему. И можно будет туда принести, сдать свои вещи, продать на продажу. Либо вот тоже провести время там, походить, побродить. Вот. Так что очень я рада. Пишите, какие вещи вам понравились из этих... Увидимся с вами в следующих отрывках, кусочках, в моём декабрьском влоге. Bye. Здесь мы сидим с Яриком в кинотеатре после просмотра «Ваканда на веке». Это вторая часть «Чёрной пантеры». И Ярик говорит мне, расскажи, как ты плакала. Я называю это режим Солодникова. Те, кто знают, тот поймёт. Мне просто стало очень жалко Чедвика Боузмана, главного актёра «Чёрной пантеры», который действительно умер от рака. В общем, были очень трогательные моменты. Я это всё вам надиктовываю, потому что моё видео с оригинальным треком Рианы, который сейчас играет там на фоне, в кинотеатре, заблокировали. В общем, моё видео заблокировали из этого трека, из авторских прав. Вот. В целом фильм нам понравился где-то на 6,5-7 из 10. Мне очень понравились саундтреки. Не только Рианы, там два саундтрека Рианы, а ещё такой латинский саундтрек. Очень крутой, я его скачала. Так что фильм с советом к просмотру. Он во славу женщин, что, конечно, не может не радовать. Вот так я накрасилась. Серебряные глаза сделала. И тёпло-коричневые губы. Так, вот так вот я одета. Такая штучка. Ну, вы видели, я её купила на гаражной распродаже. В целом неплохо смотрится. Всё. Если что-то смогу снять, то вам покажу. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Всем малым миром скрытым в человеке противится он вихрю и дождю, Которые вцепились в рукопашной. Субтитры сделал DimaTorzok Тому, кто на кресте обид, распят. Но жемчугами слёз его сполна. Искуплена жестокая вина. Прости друг друга. Добавил DimaTorzok Жизнь приходила к нему во сне. Война лежит в основе всего, но только не на войне. Корни в земле пускающие, как же и шеи. Гераклит говорит, что сердце моё мишень. Гераклит говорит, что сердце моё лишь цель Для бесспятной любви. И оно превратится в цверь, В дым, В бетонный пролёт, В ржавый чугунный прикид, В мост, В луну, И звезду над ней, Которая Которая Говорит. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вот, нам сюда. Здрасте. Вышла я с массажа, что-то так слепит солнце, надо было очки надеть в Парадайсе, в отеле это все находится. Ну, в целом, нормально, мне понравилось, но можно было и посильнее, я люблю, когда посильнее проминают. Вот, и еще мне досталось, там было три комнатки, да, массажные, мне досталась самая какая-то некрасивая комната, потому что другие были открыты, когда я выходила, и там было поприличнее намного, чем вот в моей. Ну, вот, как-то так, а так в целом, ну, массаж всегда хорошо, у меня прям разморило. Так в Таиланд опять захотелось, каждый раз после тайского массажа очень хочется в Таиланд. Вот, что у меня тут засвечивается все постоянно. и еще я отметила, что, не знаю, во всех ли так массажных комнатах или только вот в этой моей какой-то странной не было никакой арома свечи, не знаю, арома палочки, как-то мне бы хотелось чего-то такого. Вот, а так в целом все хорошо. По цене стоил вот массаж часовой 60 минут с маслом 2400. Вот, я не помню, сколько стоило в Москве и в Брянске. Мне кажется, что плюс-минус так же. может быть, в Москве дороже даже, а в Брянске может быть 2 или тоже 2 500 где-то, в общем, плюс еще чаевые я оставляю. Вот. Солнце, посмотрите. Все, иду дальше по делам, увидимся у них. У тебя купила эскорринте. Блин, я нашла, что тут есть прикольные вазы, которые я искала. Видимо, купила эскоррин, что здесь есть прикольные Я не могу купить вазы. Обычные стеклянные и вот широкие все. Блин, жалко, что я раньше не знала. Про этот магазин. Hello! В эфире рубрика «Цены на Сахалине». Сейчас я была в магазине. Вот и вся моя покупка. Это мандарины, это киви. Киви лонг сорта. Вот такие они вытянутые. Очень вкусные, сладкие. Мне нравятся. Манго решила взять попробовать. Половинка хлеба, булочка с маком, фруктоняня пюрешка и лимон. Как думаете, во сколько мне все это обошлось? Та-да-да-дам! 820 рублей. Можете поближе посмотреть. Цены. Вот так. Ну что сказать? Мне кажется, что это дорого, потому что, согласитесь, есть здесь особо нечего. Тут в основном только фрукты. Вот. Так что до сих пор не могу привыкнуть к этим ценам. Но что поделать, ничего не остается. Другого выхода. Ладно, еще что-нибудь покажу. Увидимся. Мы пришли в бар. Сегодня у нас пятница. Ну? За пятницу учишь! А что это у меня расфокус такой? Расскажите итоги недели. Ну громче. Очень сложная неделя. Чего? Молодараблюда. Большие дела делаются. Уйти какие мы деловые. Белый русский. А у меня... Как коктейль мой назад? А у меня алиби. Вот. Да чего у меня расфокус-то? Всем привет. У нас сейчас... Я с кормичками разговариваю. Бей. В общем, у нас сегодня суббота. Мы собираемся в кафе. значки это анди орхо куплен все в кабель порту в питере на его выставке это какая-то обезьяна а ты с этого симпсонов бабушка да блин это называется 133 бар я люблю светлое нефильтрованное а я река всегда берет темное но как моя тоже неплохо в этом баре атмосфера девяносто седьмого года по это включили а то что была мелодия кому-то медведь наступил на узор нет скажите что вы услышали ду 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 овощи грильма их тут нет сказали на заказ надо заказывать смысле за два часа что ли не коверкай меня ну ка это не цуя хочешь сказать остаться с тобой у нас сегодня не очень полезный ужин всем привет этот кусочек видео я записываю в тот день когда делала примерку и распаковку вещей на мы видели уже я решила записать к вам такое небольшое обращение и попросить вас если вам нравятся мои видео если вы находите в них что-то полезное и интересное то пожалуйста не поленитесь поставить лайк или написать комментарий и подписаться потому что вы знаете мне много на самом деле сообщение приходит в телеграм и в запрещенную соцсеть в директы да что люди спрашивают особенно про переезд на сахалин потому что многие тоже собираются сюда на работу я даже была удивлена вот то есть я отвечаю на вопросы там они меня благодарят еще люди пишут просто чтобы пообщаться как бы в личные сообщения да но мне очень важна поддержка именно на канале чтобы у меня была мотивация чтобы у меня был какой-то стимул дальше снимать вообще это меня очень радует поднимает настроение когда я вижу какую-то обратную связь и вашу заинтересованность если вам не нравятся мои видео и вообще меня не понимаете считаете что я снимаю какой-то бред или у нас с вами разные взгляды это нормально я тогда вас не прошу ставить мне лайки я прошу только когда действительно вам нравится а вы просто ну там забыли поленились или просто не подумали об этом такое же тоже бывает вот поэтому просто небольшая просьба что если вам все-таки нравится то дайте это как-нибудь мне спасибо большое за просмотр и увидимся с вами в следующем видео думаю что еще одно видео за декабря я все же успею сделать посмотрим надеюсь вот потому что в принципе декабрь такой насыщенный месяц получился ну как обычно все пока а декабрь